так закончилась первая кассета вот прежде чем прокомментировать память у меня не самая сильная так я записал 6 или 7 пунктов а дальше не помню так держите мой мальчишки абрикос сколько я снимал это огромное дерево на фотографиях она не кажется огромным сейчас настала пора прокомментировать хотя бы то что есть то что вы слышали я боюсь что а вот это крупный план видите это моя линейка чуть не сказал знаменитая вот когда вы видите вот такую линейку а на чужих сайтах на десятки фотографии но не вот таких это мальчишки абрикос это мелочь это 15-20 грамм вот кисловатый едят его но я не могу для меня он сильно кислый вот это как бы мое дерево гигант и я просто увидел линейку вспомнил эту проблему на около сотни сайт на самом деле уже больше сотни просто на тот момент когда один из моих друзей занялся поиском еще один помогал получилось около сотни сайтов присвоили мои фотографии значит мальчишек садов нет а вот и надеюсь на десятки из них фотографии вот с этой линейкой они не думали что так засветится что это моя линейка вот ну кто помнит тот видел возвращаться не буду вот в начале фильма на из фотографии вы увидите почему я упомянул ее потому что она дает представление о масштабе вот этих окрупности этих абрикосов дома жесткий абрикос да гигант естественно что ясно что он не рос не в горах он рос не в горах а в низине только в низине не достигают таких размеров по слухам ни разу не видел это сам долго не видел доказательств того что мой еще хотя он трехэтажный трехэтажный дом что это самое что есть еще и крупнее ну вот броски мне несколько фотографий писал с ним все просто он прошел через руки садоводов вот так звонок перебил разговор отключаем телефон вот надо заниматься внуками у них много добрый десяток кидаются на шею и говорит деда 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 попробуй после этого оставили без помощи и вот значит без внимания и без воспитания так вот значит этот манчжуриц совместим пройдя через сады он стал совместим с культурными и я добавил культурности каким образом он рассказать мой оппонент немножко эту тему сказал но самое главное не сказал о совместимости и так первый раз я получил 20 но если так если брать 10 то из них два появилась королевских потом остальные не прижились следующий этап прижились 5 королевских когда я брал уже веточки с этого сприжившихся 5 из 10 и следующий раз 8 из 10 потом 9 из 10 и на уровне 9 из 10 или там 95 из 100 осталось и сейчас но когда делаются массовые прививки массовые то есть сидишь на коленях вокруг то снег то дождь то ветер стоишь на коленях прививаешь замерзшими пальцами может быть вот эти пять из сотни неудачных может это результат того что усталости помороженных пальцев вот поза неудобная когда голова ниже это самое 5 место 5 точки и вот с этим становится ясно потом он оккультуривается постепенно манчжуриц потому что у него появляются супруги и он уже сам по себе становится более нахватался генов как бы наука говорила что это невозможно но за счет телегонии он уже нахватался сейчас чихну нахватался генов от это от культурных культурно нахватались генов от него и когда мне спрашивают а вот культурные роскошные абрикосы что вы видели в этом фильме могут из косточки вырасти да еще не замерзнуть ну хотя бы в средней полосе россии ну хотя бы на южном орале хотя бы южный сибирь ну я скажу что это скорее всего они уже и без прививок сеянцы культурных могут существовать какие-то тут плоды разброс большой но наука не зря придумала термин расщепление свойств но также как сами знаете где увидели что ребенок был идеально похож на папу на маму хотя бы на одного из двух сибирский абрикос с ним сложнее у меня их нет когда-то я выменял на электрический кабель на большую бухту 40 штук абрикосов питомники государственным вот я на них тоже привел королевский абрикос это еще год годом или двумя раньше чем упоминаемый мой случай с маджурсом вот там 39 40 были мертвых 40 пожил год тоже умер в небольшой подразделение что-то сибирский сибирский абрикос как самым расстройки в мире представляет собой интерес для науки нам любителям не по зубам его надо скрещивать с культурными вот вы сами знаете от культурных морозостойкость у дитя у деда ой у дитя у внука у правнуков будут уменьшаться и уменьшаться вот получится один и тот же уровень а сам по себе сибирский невкусный мелкий практически интереса не представляет вот это что касается моя реакция на абрикосы потому что человек призывает сибирским абрикосами заниматься и без нас любители занимаются на мои фильмы смотрят только любители если смотрят ученые то тайком не выдавая свое отношение ко мне помните прозвучало в этом журнале журнал вестник садовода там редакторское слово реплик александр алексеевича моего друга главного редактора прозвучало слово что вы для ученых проходимец ну примерно так слова проходимец там четко обозначен проходимец куда интересная пошел бы что они прошли мимо настоящего садоводства м плачу тем же что они меня это я написал он написал что я проходимец что от меня считают проходимцы ну вот этот проходимец продолжает так чем почему я уважаю своего оппонента как бы он критически не относился все таки вот представляет собой огромную армию людей настолько грамотных но они уже зомбированы и тем не менее это единственный человек который взял это самое посмотрел я его высылал диск со статьями это было сотни или две а вот в основном до упоминаемые фазенды сады сибири и прочие журналы газеты меня печатали избранная я перенес на диск он все это прочитал и что вы думаете то я там упоминал книгу который надо бы выпустить он единственный он пенсионер из тех небогатых который сказал позвонил меня немедленно высылает 5000 рублей это по тем временем сейчас 15 вот собирайте деньги печатайте сами продавать он единственный то при я потом напугался я несколько раз ему звонил разговаривал пожалуйста не высылайте не высылайте поверьте них где шапку по кругу это бесполезно никто больше не пришло но найдется несколько и что я напечатаю 50 книг и буду этим заниматься вот в общем отговорил но это говорю его характеризует что он единственный кто это он же почему еще как дальше буду говорить я поперек него и он поперек меня но как бы это не сложилось но он друг настоящий он сказал я у меня заначка в других другой кассете у меня заначка я вышлю деньги на дорогу приезжайте пожалуйста приезжайте не только к нам в это самое виха это самое город еврей скотонная область приезжайте на дальний восток и там чудо палово приезжайте там это приморье там не заместят садовода вы все это должны увидеть вы должны со всеми познакомиться польза будет гигантской он готов был снова выслать мне деньги всю свою заначку вот за что я уважаю я конечно отказался сослался на нездоровье хотя в то время я еще был будь здоров и так это что касается книга потому что фраза прозвучала заплай он он заплатил бы так про муравьев муравьи значит я писал как цитировать себя десятилетней или пятнадцатилетней давности сложно но я писал что человеческое общество я так по памяти это трусость это ханжество это много проявлений много вот я вам сейчас извините друзья это мы сравним себя с муравьями да да муравьи воины муравьи трудяги они не знают слабости никаких вот а мы это мне до сих пор прошу много лет я еду один пример вот а потом будет много интересного я надеюсь вы пока я буду это рассказывать не отключите свои очки значит я еду на замок меня звонок сорвал где-то только домой приехал 6 а всем меня сразу замок на заводе аварию страшнейшую я поехал на аварию я еду и вижу левым косил и правым глазом по обочине вышла из города идет самый ближайший поселок это на новомихайловка это километров 20 наверное сама мало вот а может и больше идет женщина в одной руке у нее полное ведро чего-то в другой на другой руке сидит малыш и она идет пешком вот успокаиваю совесть мол сейчас в 7 вечера трасса сынногорска бакан машина одна за одной ее конечно же подберут конечно же успокоил я себя и рванул на завод вот оказалось удачно это трудно сказать удачная страшная авария знаете когда ковш обрывается из-под этого из-под мостового крана под самого потолка можно так выразиться с под самого верха полный расплавленный алюминия несколько тон падает вот пробивать разбивает это сам бетонную плиту и стоит ровненько не расплескавшись ни одно это первый последний раз жизни я видел это чудо на производстве обычно производства это бы сейчас разлился бы металл сгорели бы те кто обслуживал этот же самый ковш то есть находился там может один два три человека точно бы сгорел он упал вертикально это невозможно быть но это случилось но это я вам говорю ну как как байку но это не байка но как бы расцветить рассказ немножко оживить оживляш вот я естественно разбираться долго не пришлось вот быстренько акцию ставлен т т т т т т т я этот самый ведущий инженер по промышленной безопасности и через два часа я еду домой и что я вижу женщина идет полным ведром на одной руке с ребенком другой и почти подошла к это к перекрестка к отводку на сынский алюминиевый завод оставалось эти еще на макетра здесь 15 я был в ужасе ее никто не подобрал я тут же развернулся а сил то уже никаких нету казалось бы тяжело но ведь не мне же вести на руках это она ребенка на руках машина довезет я развернулся посадил ее выясняется полное ведро детского питания из города вышла не голосовала голосовать бесполезно с маленьким где-то примерно как она прошла как она бы дошла я ума не приложил меня с тех пор и до сих пор шокировала вот что страшно и до сих пор вот это я и до того никогда не проезжал мимо женщин особенно когда дождь мимо детей каждый раз ребенка садил машину ругал не смей садиться к дяде довезу тебя это последняя поездка иначе останешься однажды без головы вот вот никогда не пропускал никогда сколько я тут 33 года за рулем никогда ни разу и каждый раз говорит да мы не голосуем нас никто никогда не подбирал и вот что делать вот такие случаи да а я почему это говорю не потому что я такой герой а чтобы вы поняли что как его покоробило когда я говорил что человеческое общество это общество ханженство трусости и прочее прочее вы знаете когда ребенок это самое падает с высоты и никто не поставить руки не знаете такие случаи по телевизору показывать вот вы знаете когда дом горит никто не догадается несколько человек тут же взять какую-нибудь простыню или куртку натянуть 5 5 10 человеческих рук чтобы человек упал на эту куртку но не на голову землю и не разбился нас вот это страшно что творится вы знаете что такое когда никто из наших мужиков драться не умеет и отводят стыдливо глаза когда какой-то хам бьет женщину ребенка и прочее прочее вот это общество я его это же проклинаю вот я живу в нем я пытаюсь его исправить но мы моя попытка это одна из она не может изменить мир и вот тогда я в отчаянии написал что я сравнил с муравьями вот муравьи идут на смерть да муравейники воюют друг друга выхода нет они воюют за пищу один муравейник полностью истребляет другой вот чтобы вся пища им досталась потому что поделить они не могут вот муравей это феодальное общество но она настолько совершенно что только может жить и выжить при этом совершенство и боевые свои навыки а мы что вы знаете что когда я всегда удивляюсь и опять отклоняюсь но меня это самое вот это его моего оппонента вот эти фразы он со мной не согласился да нам до них как до неба у нас тоже феодального кстати кто не в курсе кто не изучал марсизм лединизм тоже феодальное общество но наиболее низкой ступени чем у муравьев тут они нас опережают им просто не повезло они маленькие и может каблуком раздавить или целый муравейник когда он начинает расти но самое главное что муравьи это гигантская польза для сада никто не знает о том что разносят для и знают а то что едят ли так же как мой коров скоро доем а потом приходит пора и это самое и на скотобойню чтобы еще мясо это не пропало попользоваться также то все самое такое же совершенно все такое она опередила нас на миллионы лет по своему развитию опередить опередила а мы как всегда как те монголы которые цивилизованный китай завоевывали оставляя пепел вместо городов также себя ведем и главное что они наши помощники главные защитники как можно их ненавидеть они же защищают наши сады вот так это извините за эмоции до тяжелый труд садах какой черту тяжелый труд тут это самое слово опять применю меня опять ругать будут так слова труд только первый год только первый год так просто на дёрн высыпать одну-две тележки со стороны земли или если это бывшее картофельное поле пахота вот просто наскрести этот холм земли в центре по размеру корней посадить этот самый саженец и полить его капитально а дальше по погоде а дальше обрезать обязательно обрезать вот если продавец а он никогда не обрежет ему надо товар лицом поэтому вам продавец не обрезать еще скажет не вздумайте обрезать вот обрезали посадили полили все уже принципе дальше можно ничего не делать при условии того что саженец здоровый что привой подвой совместимы как у моего манджурца вот этого что на экране что подвой привой совместимы тогда получается что болезни обходят стороной академик исаев очень уважаю я его слова цитирую больные деревья излучают специальный запах специфический который привлекает орды насекомых это сказал академик вот мне не верите ему поверьте не делайте деревья больными не калечьте их не закармливайте их вы еще много чего надо сказать как-то рассказывать тринадцать двенадцать вебинаров провели мы с сафроном скажем по три часа это минимум плюс ответы на вопросы сорок с семьсот в общей сложности на не одну тысячу фотографий прокомментировал в общей сложности двенадцать ночи бесполезно все рассказать не смог вот теперь почему-то я говорю что это у нас одна из проблем это действительно проблема он правильно сказал если относится по классике да по чексу очередь начитался все что только мог это потом он немножко сдал получается что действительно тяжкий труд действительно тяжкий труд а я похожу по саду последние годы практически берет бывает там ведро золы из печки раз раскидаю так пожмите вот и все дикую засуху я мне советую все-таки поливать а сам уже не поливаем летом у нас была страшная засуха ничего не случилось почему центральный корень цел так и дальше проживую и мертвую воду а это все одно к одному вот интересно как мы считаем оба друг против друга наоборот да для меня живая вода это вода с неба или прямо с неба вот или я закрою дверь там кажется пылесос работает я на пока выключить я